Я Ваня, мы продолжаем играть PC Building Simulator. Сегодня у нас апгрейд, диагностика и диагностика. Окай. И там, по-моему, есть ещё создание с нуля. Что-то вот оперативочки. 32 гигабайта, материнка и i3 нам приехали. И слишком много коробок всяких... А, чего? Почему столько коробок? Я просто давно уже не играл. То есть, те серии, которые выходили до этого, я предзаписал раньше. Сейчас я снова. Так, пустой корпус. Пустой корпус. А это, походу, мои компьютеры просто приехали, приехали. Ещё пустой корпус. Круто. В общем, диагностика и ремонт. Давайте начинать. А то тянем время. Так, всё в пыли. Окей. Давайте включим сначала и посмотрим, что нам пишет BIOS. Так как он... Всё, проблема с процессором. Очень-очень легко определить. Так. Воздух. Сжатый воздух. Воздух. Я не знаю, что я сказал. В общем, ребят, да. Странные слова придумываем в серии. Кстати, надо выключать компьютер перед тем, как вы начинаете его чистить. Вот. Вот так. А потом чистите. Не надо делать, как делаю это я. Потому что это игра. А в реальной жизни... Ну, в игре можете, конечно, так делать. i3-6300. Я что заказал? Сломан. Продать. Я уже его заказал. Видите, блин, какой я предусмотрительный. Как будто я знал, что это именно он сломан. Так. Закрываем крышечку и ставим систему охлаждения. По-моему, здесь стояло вот это. Если я не ошибаюсь. Подключаем ее. И запускаем комп. 110 баксов. Да, давайте-ка мы подключим наш email. Тут у нас... Окей. На это еще не хватает. Это... Это сделать. Надо починить. 110 ремонт. Во. Так. Я компный... Он весь пыльный, наверное. Не выключай. Ага. Окей, я понял. Давайте еще установим антивирус. Ну так, чисто, чтобы... Блин, ну... Человеку было хорошо. Вообще хорошо. Чтобы прям пятерочку нам поставил. От пыли почистили. Антивирус установили. Если пятерочку не поставят, то я не знаю, кто он после этого. Антивирус. 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 Можно еще вот эту штуку поставить. Это, чтобы проверять на стабильность. Но я думаю, если вы смотрели предыдущие серии, то и так знаете, что это за программа у нас. Ну че, такое себе. Прикольный, кстати, вентилятор под корпус подобран. Только материнка немножко не синяя и видеокарта. Ну тут такое синее, красное, черное все, да? Прикольно, прикольно. Че? Че я могу сказать? Нормально сделано. Этот комп не я делал. Так, 40-50 градусов. Максимально 53 градуса. Ну это нормально. Походу все будет хорошо. Все. Этот комп можно относить. 10 секунд. Да, он уже точно будет хорошо работать. Так, ставим его сюда. Отлично. Сколько компьютеров здесь? Жестко. 5 звездочек. Конечно резвые. У нас самое лучшее обслуживание в этом городе. Кстати, не знаю в каком мы городе. Там что за окном? Там ничего не видно. Только небо, да? А то, что ниже не видно. Больше окон нету, да? Нет, есть вот еще одно. Но тут так же. Ничего не увидите. Ладно, чем я занимаюсь? О, нифига себе. А корпус-то красивый. Слушайте, мне нравится этот корпус. Шо? Шо такое? Не включается? Ну это значит что-то или с блоком питания, или с материнкой, или с оперативкой должно быть. Все. Три варианта. Да, не включается. Хорошо. Ну корпус классный. Стеклянный такой. Мне нравится. Пишите в комментарии, вам нравится. Такой корпус. Так, хорошо, что здесь можно быстро блок питания снять. И в принципе посмотреть, сломан ли он. Так, так, так. Ой, блин. Блин, желтые провода. Ой, не то. Так, отключить. Так, давайте смотрим. Блок питания. Где он? А, вот. Не, все нормально. То есть, с блоком питания у нас тут все хорошо. Хорошо. Сколько тут? 170. А, все. Все понятно. Блин, ну почему блоки питания здесь не ломаются? Мне кажется, чаще всего должны ломаться блоки питания. А тут материнки и процессоры. Я не знаю, почему я так думаю, но мне кажется, что блоки питания, они чаще всего выходят. Потому что резетка включается в блок питания, а уже потом все остальное. Ну как бы. И типа большой ток только в блоке питания, а там все остальное поменьше. Может я ошибаюсь, но все-таки мое мнение. Напишите свое мнение. Как вы думаете, что должно первое выходить из строя в компьютере? Ну типа ничего не должно выходить в принципе, да? Оно делается так, чтобы долго работало. Вот, да. Сломано. Ну, риск самый большой, я думаю, что у блока питания должен быть. Хотя это, это можно же загуглить, типа, наверное. Так, открываем, ставим, закрываем. Намазываем термопасту обязательно. Ставим это сразу, чтобы потом не забыть. Система охлаждения вот это была. Материнская плата уже установлена. Так, это где-то тут стояло походу. Я не могу попасть. Почему? А, все. Отлично. Планочка в видеаха. Блин, сколько у меня в видеах тут. Отлично. Это как-то закрывается или это тоже? Это я не снимал, это я не снимал. Комплектующий. Это я снимал. В принципе, нет, нельзя запускать, потому что у нас еще не подключены провода. Провода. Так, тут желтенькие были провода. У меня есть оранжевые. Может, никто не заметит. Так. Что с ним случилось? Я ничего не трогал. Вентиляторы шумилят. Написи бей, офигенский кабель. Он такой гибкий и оранжевый. Видали, как я могу? Я просто предсказатель, что он хочет оранжевый. Я сразу же прям обычный, гибкий и оранжевый. Ну все, ставим. Та-дам! Круто, круто, круто! Блин. На самом деле, вообще нормально. По-моему, там и были оранжевые. Или все-таки желтенькие были. Фиг его знает, короче. Непонятно. А! Не попадаю. Вот. ОС может быть запущена. Так. Давайте крышечку. Ну смотрите, комп реально красиво выглядит. Антивирус. Думаю, эту штуку не будем ставить сейчас. И проверять, потому что нет смысла. Я термопасту уже намазал. Вот блин! Как вспомнил про термопасту, все, надо поставить, потому что я не помню. Я могу, конечно, залезть и снова разобрать. Но можно просто прогнать в программе. И так уже она ставится. Так-с. Пока там он перезагружается. Сборка для... Fable Fortune. Хорошо. Для Fable Fortune. Сейчас. Вирусов нету. Это... О! Все. Fable Fortune. Это не то. Вот оно. На рекомендованных системных требованиях. Сейчас найду, где оно. Вот, рекомендованы. Так. AMD Ryzen 3 и NVIDIA 1050. Хорошо. Так. Тут все окей. Берем наш компьютер. Не наш. Точнее, клиента. Так. Тут апгрейд у нас, да? Хорошо. Так. Привки. 5 звездочек. Отлично. Ага. Новый ПК. Нет, подожди. Это у нас 1000 есть. Но это 400 баксов. Так. Это апгрейд, да? Тут надо оперативы, походу. Давайте сначала этот сделаем. Потому что здесь... Это Photoshop нам надо? Adobe Photoshop CC на... CC. На-на-на-на-на-на-на-на. Виками... Минимальных. Серьезно? А что там не хватает? Очень странно. Давайте установим прям сюда. И нам все покажет. В принципе, я могу разобраться, что там не хватает. Там 2 гига оперативка. Она должна быть 4, по-моему. Но мы сразу же... О, тут есть на... Вау. Этот компьютер, что ли, я собирал? Это может быть, что я его собирал? Может. Потому что здесь стоит... Слушайте, эта штучка. Хотя, может, они сами поставили себе. Они ж умеют ставить. Они ж не глупые. Те люди, которые у меня заказывают. Хотя, некоторые даже глуполее. Они пишут там... Ой, оно само сломалось. Так, ну, крышечку можно снимать, потому что ее и так придется снимать. И оперативочку придется докидывать. У нас есть 400 баксов, чтобы докинуть сюда оперативку. Мне кажется... Adobe Photoshop. Да. 8 гиг оператив. Походу, я сюда покупал... Та-дамс. 8 гиг, да? А какую я сюда покупал? Может быть, такое, что я покупал сюда... Вот эту 16 гиг планку. Зачем я две планки на 16 гиг купил? Кто меня знает? Нет. Я не помню. Но я бы воткнул их реально сюда. Тут 400 баксов на апгрейд, ребят. За 400 баксов можно туда столько всего втыкнуть. Прям, чтобы оно летало. По-моему, если я не ошибаюсь, то я сюда покупал эти 32 гига оператива. Опа. Ой. Так. Несовместимо. Опа. Сколько? 20 баксов осталось. Вот, я же говорю. Это ж пипец будет сейчас. Махина. Махина убийства. 32 гига оператива. Я не могу переключиться. А, блин. Эй. Так. Adobe Premiere можно запустить. Имеется 32 гига оператива. Блин. Я бы так хотел. У меня всего 16. Пишите, сколько у вас... ...оператива в комментариях. И хватает ли вам... Ну, у меня, в принципе, 16 хватает. Так. Можно поиграть в Fable Fortune. Так. Давайте посмотрим, что там для нее надо. Я смотрел уже, правда. На каких? На рекомендуемых системных тревог. AMD Ryzen 3 и Nvidia GeForce 1050. Это ж... Это то, да? Сборка для... ...клиффорда. Да. Так. Надо выбрать корпус. За штуку. NZXT, NZXT. А зачем я столько корпусов заказал? NZXT, ёпта. Ой, извиняюсь. Я извиняюсь, ребят. Что-то меня понесло. Немножко. Тут какой-то дешевый корпус у нас. Deepcool Matrix. Может, в NZXT собрать? О, это ж этот стеклянный. Так. Пожалуй, я его сюда закину. Так. 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 Корпус взять и кинуть сюда. Всё. Пускай тут валяется. Давайте возьмём сначала дорогой. Elite. И есть подешевле. А тут ещё есть какие-то. Cooler Master. NZXT Elite. Так. А шо это за компы? Сейчас, короче, я гляну одну штуку. Это в календарь, да? Доставка сломанной ПК. Доставка сломанной ПК. Ага. Это теперь мои ПК? Слушайте. Раз уж это теперь мои ПК, то я могу, в принципе, вот на этом сломанной ПК MD Rising я могу его просто оттюнить. И... У меня ж нету материнок. У меня есть. Но это для интелла. Так. Давайте вернём боковую панель сюда. А сколько компьютера в этот ящик помещается? Теперь у меня тут два корпуса стоят. Хорошо. Так. Давайте вот этот AMD-шный комп. Где он? Это интеловский. Вот этот. Вот этот, короче, сейчас продадим. Там же про БУ ничего не сказано. А, блин, обязательно ставить интел, да? А тут рекомендуем AMD-3 1300x. Давайте глянем аналог интела. Так. AMD-3 1000x. i5-6400. i5-6400. Давайте посмотрим, что у нас есть. Что-то такое. Слушайте. Я заказал. Так. Вообще, тогда получается этот комп сюда. Потом надо разобраться, что с ним не так. В принципе. Так. Это тоже корпус у нас есть. Скоро сюда помещается. Тут уже не знаю. Наверное, бесконечно, что ли. Бесконечный шкаф. Блин, мне бы такой домой шкаф. Я бы не отказался на самом деле. Это Intel, да? Да, Intel. Ну, что, погнали. Включай. О, включается. Что напишет? Процессор. Оперативная память не найдена. Окей. То есть, я купил комп полностью рабочий, только оперативная память не рабочая, да? Что бы туда? Давайте вот эту втыкнем для начала. Хотя бы, чтобы запустился. Еще что-то не будет работать. Изи. Просто изи. Изейше. То есть, я купил комп. Я не помню, за сколько. Дешево я его купил, но там всего оперативка не работала. Ха-ха-ха, нормас, нормас, бэушный комп. Я дешево его вообще там, я не помню, за сколько, за копейки вроде взял. На самом деле, я не помню, но мне это кажется. Так, обязательно вот это поставим. Сейчас, короче, мы на этом компе, он будет основой для нашего вот того компьютера, который нас хотят заказать. То есть, уже заказали, а мы согласились сделать на Интеле. Так, там все запускается, все круто. Так, это можно закрыть. Думаю, это можно закрыть, потому что так, 4 гига, AMD и 1050 Ti. Хорошо, сделаем. Так, берем, ставим. Да, 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 да. Так, тут надо процессор вынимать, потому что нам сюда надо вставить 5400. Где он? Вот этот. 6400, я ошибся. Термопасту обязательно. Охлаждение какое тут было? Вот это? Блин, точно не смогу поставить, пока не закрою. По-моему, вот это здесь было. Пускай остается. Потом, 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 потом. 600 баксов? Я же говорю, я тут вообще за копейки чуваку комп сделаю сейчас. 1050 сюда надо. Тут что стоит? 10... Она уже стоит. Оперативку забыл. Так, 4 гига. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, блин, 4. Вот эту сюда закинул, потому что она... Так, все, запускаем, закрываем. В принципе, готово. Сейчас стресс-тест запустим. За 400 баксов собрали комп. Это ж... Это ж надо. Так, что там надо запустить? Я всегда забываю. Fable Fortune. Fable Fortune. Рекомендуемые. Тупо все, все подходит. 320 гигабайт. Нормально. Антивирус. Давайте вирусом на нем не было. И финальный тест. Можно еще в 3DMark, кстати, прогнать, а надо. Давайте посмотрим, что у нас там просят. Я думаю, тест на производительность очень... Опа. Опачки. Так. А что у нас там за блок питания, кстати, стоит? Еще надо сюда 3DMark поставить. А что за блок питания у вас, дяденька? 400 ватт. Ну, для 1050 этого должно хватить, на самом-то деле. Потому что 1050 не прожорливая. Вроде как. Давайте зайдем в BIOS, посмотрим, что у нас тут. Разгон выключен. Все отлично. сбросить с заводским настройкам. Как я кликнул, прям кликнул, так кликнул. Все услышали, как я кликнул? Давайте запустим и смотрим. Так, потребление 65 ватт. У нас есть 400 ватт. значение. Что у нас там? Пум! Температура. А, блин, я дурак. Я не подключил. Фух. А видите, если б я не тестил, то я бы отдал так. И чувак бы на меня ругался. Давайте запустим тест в 3D марке. Закроем крышечку. Все замечательно теперь. Блин, и корпус офигенный. Вообще нормас. Тупо коп готовый сломанный без оперативочка только была. Тут что? Тут все хорошо, да? 32 гига оператива. Я б сам радовался. Тут все можно отдавать, я думаю. Отлично. тадам, пятерочку. Спасибо. Тут еще проверяется. Так, это уже RX 480, не знаю, что это такое. NZXT аж 440. Хочу глянуть на это чудо. Это блок корпус. Блок корпус. Вот это я сказал. 440, а где он? Где он? О, black. Там какой-то белый. Black orange. Black green. Вот этот нам открылся. Блин, слушайте, я закажу себе один такой. Хотя нет, это слишком. Зачем мне он? Ну, чисто чтобы был, да? Потом для какой-то крутой сборки. Блин, ну, я слишком много всего хлама заказываю, мне надо вот это сначала оплатить. В общем, вот да, вот это, а потом уже будем всякий хлам заказывать. Что тут по баллам? 2000 баллов. Вау! А я про такое не знал, что так можно на весь экран. Короче, 2000 баллов. Intel 5, 1050, то есть i5 и 1050, 2000 баллов выдают. Хорошо, я надеюсь, что я это запомню, но не гарантирую. Так, тут у нас все хорошо, ничего не вырубается. 3, 2, 1. Та-дам! Все отлично, офигенный комп за 400 баксов. Правда, беушенный, но все равно офигенный, я считаю. Чуваку крупно повезло, я ему денег сэкономил. вот, и я так говорю. Балл 3, 2, 2, 2, 2, и водянка. Опа! Опа! NZXT! Вы поняли, да? Куда я закажу вот этот корпус? Где он? 440. Грин! Давайте зелененький. Давайте. Такой ядовитый сделаем. Корпус есть. Так, у нас есть 1400. Тут прокачать комп. Добавить оперативки. Я не смогу взять, потому что у меня не хватает звездочек. окей. Так, надо заглянуть, что у нас? Цены падают, падают, падают. На серия 1, окей. Окей, надо заглянуть. Тут сейчас соберем. Тут тоже надо собрать, да? Тоже в принципе такая же сумма для Flight Simulator. Flight Simulator. Что за Flight Simulator? Какие рекомендованные? Так, i5-6600 и GTX 980. Хорошо, это сейчас соберу. Давайте сначала вот этот на 4200 баллов. Это, кстати, те же комплектующие, по-моему, что и сюда. Возьмем по две, тупо два одинаковых компа соберем. О, я придумал. Да, соберем два одинаковых компа и назовем их близнецы. Как вам идея? Как думаете, 4200 потянет? Я думаю, что он потянет. Надо GTX 980. Так, два одинаковых собираем, попробуем. Попробуем уложиться. Так, надо Procyk крутой. Там надо i5-6600, но я предлагаю взять i7. 6700 200 6700K. Это дорого? Да, но это того стоит. Можно взять, кстати, AMD. Они должны быть подешевле. AMD. AMD. Я умею правильно говорить. Так, корпус у нас зеленый, да? Да, зеленый. Так что система охлаждения, тут водянку надо. Блин, тут водянку надо. Блин, Балин. Хорошо, на водянку можно вроде там жидкостная. Так, дешевую какую-то. Kraken x42-50-60. Я надеюсь, что она встанет в наш корпус. Дальше, материнская плата под i7. Надо, чтобы светилась. зеленая. Вот это. Это подойдет. Да. Теперь зеленая оперативка. Хотя не обязательно, наверное, зеленая. Или обязательно. Сколько там надо? 8 гиг. Давайте по 8 гиг купим. Блин. это красная, белая. Зеленой то нету на 8 гиг. Давайте черную возьмем. Вот эту. Вообще ее ни разу не брал. Попробуем. Так, я по одно беру? Да, на 8 гиг. Это один комп столько получается. 815 уже. у нас есть штука 405. Надо уложиться вот в это число, потому что оно меньше, чем вот это. Короче, близнецов. Близнецов. Так, материнка есть, оперативка, процик, видяху надо. Ну, тут видяху надо 980 минимум. Еще бы зеленую. А, фиг она есть. вот, 980 это минимум. Нам надо что-то лучше 980 и зеленое. Давайте. Или с возможностью менять подсветку. Так, ну, в топе 980 Ti. А просто 900 есть еще можно взять R9 390 и RX 480 и все. А все остальное будет хуже. RX 480 или R9 390 390 красные и 480 RX Шо, берем? Как думаете? 355 баксов а 980 Ti Ух ты! Ну, такое. А тут есть подсветка белый подсветка белый 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 хочу зеленую. А шо значит Л Е 6 гиг 6 гиг Это помощнее будет? Частота ядра больше. Да, вот это помощнее походу. Ну, давайте берем две такие. Ой. Ой-ой-ой. А я тут начал тыкаться в этот бюджет. Возьмем два таких диска и блок питания мне надо фиг узнать на сколько на самом деле. Я не считал. 410 Блин. Блин. Ну, там еще доставка, поэтому я должен вложиться со всем этим. Ладно, давайте теперь все копируем и два одинаковых компаса берем. Я надеюсь, что все получится. Можно взять подешевле диски, чтоб наверняка, но я рискну. Я рисковый пацан. Все. Блин, только видяха не подходит. Ну, в принципе, и это не очень подходит. Короче, настроим, попытаемся. Вот так вот. Все, теперь берем эти два заказа принять. Я надеюсь, что я нигде не лажану. И еще сюда зайдем. Так, 8 гиг за 28 баксов. Давайте купим, пускай будет. За 3 бакса вентилятор AMD Ryzen CMC Radeon он 733 бакса. Ну, такой 380 R9 за 69 баксов. Наверное, это дешево. Надо, она мне не надо, у меня и так у самого их дофигища походу. Эй, я тут продаю, а там я покупаю, ладно. Короче, фигней, страдаю на этом PCB. Давайте еще зайдем, посмотрим, что у нас в инструментах. Что у нас тут и когда что откроется. 3000 быстро кабель. У них нету столько денег. 3000 баксов. USB не надо. Окей, 4000. Так, 13 уровень, 16 автокабель, 16, короче, 16. Нам еще 6 уровней, но это будет, я думаю, что не так скоро. Так, ну, тут корпуса у нас для этого стола. 4 штуки баксов. Да ну, а что все так дорого? Все слишком а это короче пройдет завтра у нас эти все для этих двух сборочек. Все круто, круто. Ю-ху-ху. Что ж, на сегодня в принципе мы закончили нашу работу. С вами был я Ваня. Если понравилось обязательно поддержите лайком и подписывайтесь на новые серии. всем пока.